Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья. Сегодня у нас будет молитва о наших детях. Тему, которую я хочу предложить перед молитвой, это освящение детей. Я предлагаю прочитать текст из книги Иова, 1 глава, с 1 по 5 стих. Книга Иова, 1 глава, с 1 по 5 стих. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитие всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. В мире очень популярно выражение «знаменитый человек». Наверное, если я кого-то из вас спрошу, и вас не затруднит назвать имя знаменитого какого-то человека, имя, которое известно в мире. Это может быть знаменитый человек или в политике, или в кино, или в спорте, или богатый человек, или человек в каких-то достижениях знаменитый. Наверное, нам известны такие фамилии, как Ротшильд, или Рокфеллер, или Билл Гейтс. Это богатые люди. Такие фамилии известны. Но представьте, во времена Авраама, когда богатство измеряло с количеством скота, жил человек в земле Уц, мы прочитали, зовут его Иов. Когда человек слышит имя Иов, скорее всего, что первая ассоциация будет, это о страданиях. Я помню, даже в школе учился, и всегда учителя неверующие, они даже говорили такое выражение, что ты страдаешь, как Иов, или многострадальный Иов. Было такое выражение. И Иова знают, потому что в основном вся история описана о его страданиях. Но Библия открывает нам немножко, в небольшую часть о его жизни и показывает, кем он был. Этот человек, написано, его знали на всем Востоке, знаменитие всех людей Востока, а это большая часть цивилизованного мира того времени. Представьте, что бог доверил ему, какие богатства и как его люди знали. И несмотря на это все, бог делает ему оценку. Что мы видим об этом человеке, сам бог говорит, непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла. И дальше мы читаем, что этот человек, Иов, имел 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. Они выросли, и так как они были дети очень богатого человека, богатого отца, конечно же, отец позаботился о их материальном состоянии. У каждого из них был дом, они уже были взрослые, жили отдельно. И написано, что у них была традиция. Так как они имели материальный достаток, им, скорее всего, не приходилось работать в командировках, где-то тяжело, в отсутствии семьи. У них все было. Тем более, в том время это была немножко другая жизнь, не такая, как у нас. Но они, написано, жили в домах, и они любили праздновать, делать праздники. Может быть, это были дни рождения, может быть, это была традиция других праздников, может быть, это были какие-то просто увеселительные вечеринки. Но написано, что у них был порядок в этих праздниках, круг пиршественных дней. Когда, начиная, например, от старшего, и они по очереди звали всех своих братьев, и написано, что сестер приглашали к себе в дом и делали такой праздник. И вот шел цикл праздников. Побыли у одного сына в доме, следующий, следующий, и так у семи сыновей. И когда заканчивался этот круг пиршественных дней, когда они праздновали, написано, что Иоу взвал их всех к себе домой. Не шел к ним домой, а позвал их всех к себе домой. Всех детей позвал, и написано, освящал их. Он думал о своих детях. Он переживал о их отношениях с Богом. Он говорил, может быть, они похулили Бога, когда они собирались там. И он освящал их как? Он каждое утро вставал и возносил 10 всесожжений. 10 жертв за каждого из ребенка. У него было постоянство в освящении. Это не было показным ритуалом. Он не хотел просто показаться перед людьми, его и так все знали. Он не хотел сделать для детей какой-то тоже видный такой ритуал, праздник. Давайте, дети, теперь у меня поотмечаем только жертвоприношениями. Нет, он хотел, чтобы дети увидели, насколько отец переживает о самом главном, о их душах. Он понимал, что каждому нужно будет предстать перед Богом. И жизнь его детей дарована Богом. И он хотел, чтобы они жили свято, так же, как и он. И поэтому, когда он препозвал их, и освящал, и делал жертвоприношения для того, чтобы позаботиться о их душах. Сегодня мы говорим, проповедуем и молимся о наших детях. И один раз в месяц этого недостаточно. Нельзя жить нам ежемесячными просто молитвами о наших детях. Собрались, помолились и все. На примере Иова я хочу показать о том, что насколько важно постоянство, насколько важно освящать наших детей. Мы, как родители, у которых дети еще растут, которые с нами еще, которые еще в нашем подчинении, мы заинтересованы, чтобы каждый ребенок пришел к осмыслению личных взаимоотношений с Богом. Сейчас они наблюдают только наши отношения. Они молятся, они посещают служение, они поют псалмы, участвуют где-то в служении. Но мы хотим, чтобы они осмыслили, пришли к тому, что каждый из них нуждается в личном спасителе. Каждый из них должен иметь личные отношения с Богом. Каждый из них должен быть уверен в своем спасении, что они приняли Господа верою. Об этом наша молитва. Как мы их освящаем? Делаем ли мы действительно в нашей жизни такие шаги, чтобы дети это видели? А может быть у кого-то, точнее не может быть, а у многих уже в нашей церкви дети выросли. И знаете, когда особенно семьи молодые создали семью, уходят из семьи, не всегда хорошо и не всегда дети прислушиваются просто к наставлениям родителей. Это нам легко, нам всегда легко учить, легко делать замечания, давать советы. Но посмотрите на Иова, что он делал? Не написано, чтобы он звал детей и говорил, дети, после ваших всех этих пиршеств, пожалуйста, делайте у себя жертвоприношение, приносите покаяние, и все описывал. Нет. Взрослые дети, он их позвал к себе, он потратил своих овец, свои дрова, все сделал сам. Он переживал за их души и этим процессом показывал детям. Он просто без слов их приобретал для Господа. Он им показывал, насколько важно освящаться. Хорошо, когда мы заботимся о материальных нуждах наших детей. И даже если дети уже создали свою семью, родители все равно заботятся, переживают, помогают как-то. Но как важно, как важнее заботиться о том, где ваши дети проведут вечность. Хорошо, если вы позаботитесь о их материальных благах. Но насколько важнее провести с детьми совместную молитву, порассуждать о святости Божьей, вместе петь псалмы. Может быть, сказать детям, мы останемся с вашими детьми, с внуками, а вас хотим отпустить на собрание. Чаще, может быть, отпускают детей, чтобы куда-то всходить вечером, время провести, в отпуск уехать. А насколько важно показать без слов, напомнить детям о том, что каждому предстоит предстать перед Богом. Насколько важно нам больше заботиться о душах наших детей, чтобы вечность они провели с Господом. И освящать мы их можем молитвой, мы можем освящать их совместными беседами, мы можем освящать их чтением Библии, рассуждением над Словом Божьим. Это все будет важно для того, чтобы наш разум приходил в движение. Разум ребенка, он будет размышлять. И может быть, не сколько советы или какие-то укоризны помогут, а просто совместно проведенное время в общении о духовных вещах, о духовной жизни. Поэтому я хочу, чтобы сегодня наша молитва была о детях, которые еще в семьях растут, чтобы Господь открылся им лично. И о детях, о нас, которые уже выросли, но каждый нуждается в постоянном освящении перед Богом. Чтобы в вечности нам быть всем вместе. Чтобы и дети наши, и родители, и дедушки, и бабушки вместе предстали перед Богом в радости. Никто не оказался в погибели. Аминь. Помолимся.